Ага, вот ты где. А это я, СБР. Значит, у меня для тебя новости. Отец работал надо мной много и плотно. Пока ты ждал, естественно. Но ты знаешь, отец сделал непростительную вещь. Я, гладиатор СБР. Я здесь уничтожаю, бегаю, стреляю, порабощаю, понимаешь? Взрываю гранаты я здесь. Делаю всякие разные вещи. А ты знаешь, что отец сделал? Он запилил мне. Телевизор! Гавил? Он запилил мне. Телевизор! Зачем мне телевизор? Я не хотел телевизора. Ну посмотри, он запилил мне. Телевизор. Есть телевизор? Я не знаю, с какого ДНС он спиздил телевизор, но... Ладно, теперь у нас в игре есть телевизор. Значит, ты мне лайк-то принёс? Я же СБР, меня разрабатывают. Ну, наверное, да. Ладно, я побежал, сейчас отец всё расскажет. Отец, иди! Они пришли! Шиморо создаёт игру СБР также с твоей помощью. Подпишись на Boosty2ШимороShow, чтобы поддержать меня и разработку игры. Там же можно пообщаться со мной лично. СБР нуждается в тебе. Эй, йоу! Всем привет, братишки мои, сестрёнки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я отец Шиморо, и добро пожаловать на продолжение моего блога о разработке моей игры СБР. Если ты вдруг не в курсе, можешь посмотреть целый плейлист на канале, и совсем недавно я выкладывал тебе, значит, серийку. Знаешь, что так? Я тебе расскажу и объясню всё как есть. Я соебался, честно. У меня недельный отчёт сегодня, да? Неделю назад я выпустил для тебя ролик по СБР. И всю эту неделю я программировал инвентарь. Продумывал, как лучше его сделать, каким образом мы будем с тобой офигенно взаимодействовать с инвентарём, и как он будет выглядеть в игре. Ну, хотя бы примерно, да? Для бета-версии, скажем так. Итак, значит, давай мы с тобой поиграем. Значит, если ты не в курсе, СБР — это моя игра, которую я разрабатываю полностью один. От моделей, анимации, графики, программирования и всего прочего я делаю один. Значит, это мой челлендж — сделать охуенную игру с невероятно красивыми, значит, стилистикой, да? С невероятно классным атмосферным погружением в соло. И этим я занимаюсь, значит, СБР. Хотел вообще выразить сначала большую признательность тем ребятам, которые поддерживают меня на Boosty. Boosty, значит, это сайт, на котором я создал страничку. Там ты можешь поддержать меня, поддержать разработку моей игры и так далее. Поэтому огромное вам спасибо. Ссылочку я оставлю в описании, если кто хочет подписаться, соответственно, там платные подписки, ты получаешь эксклюзивный контент, который больше никто не увидит и никто, о котором не узнает. И там же мы можем обсуждать всякие разные вещи, да? Там только для подписчиков избранных, как говорится, да? Значит, если хочешь таким стать, добро пожаловать. Значит, а так, рассказывайте, чем я занимался. Я всю неделю, значит, ебался вот с этим. Чё, не удивился никак? Это телевизор. Это телевизор, это планшет игрока. Да, здесь есть настройки, здесь есть инвентарь. Так вот, над этим я ебался больше всего. Как, значит, это работает? Значит, у нас есть система в опциях FOW, да? Мы можем FOW, я FOW поближе сделаю, да? Для того, чтобы тебе было пищевидно. А вообще, мне нужно делать не так. Чтобы ты охуенно видел всё, я возьму и нажму Play Maximize. Да, чтобы мы с тобой видели, что и как происходит. Значит, это так. Если ты вдруг не в курсе, игра полностью играется по сети, есть сервера, всё убивается, всё стреляется, все со всеми взаимодействуют. То есть, всё, можно подключаться, тра-та-та делать. Я сделал исправление огромного количества ошибок. Кстати, сейчас написано при альфа 0.15, должна быть при альфа 0.16. Потом я расскажу тебе. Значит, я исправил позиции костей, которые были неправильные при различных положениях, потому что они позиционировались. В глобальном плане мне нужно было локально. Значит, теперь всё хорошо. Теперь у нас вход в прицел более плавный и интересный со всех позиций персонажа, да? То есть, он пиздатый, он красивый. То есть, очень удобно. Можно быстро входить, можно быстро выходить. Никаких лишних подёргиваний, никаких лишних у нас штучек нету, как говорится, да? Переключения у меня также быстрые, красивые, как в CSGO. Мне это очень нравится, когда я могу быстренько свичнуть слот, как говорится, да? И, соответственно, получать удовольствие. Значит, отвечу на некоторые вопросы. Прежде чем мы придём, переступим к тебе к инвентарю. Это, кстати, мои персонажи. Я тебе рассказывал уже, что это самая первая версия. Это уже версия, которая сейчас у нас находится. Что у меня АМСенситивити такой большой? Чё нахуй? Во. Во, хорошо, подожди. А если мы вот так сделаем? Вот. Ха! А, на нолик. Давай вот так вот оставим АМСенситивити, чтобы было. Значит так. Это планшет. Хуэпл. Значит, Хуэпл это моя разработка. Здесь будет целая операционная система. Здесь будет общение. Там всякие разные другие вкладки. Значит, операционная система Хуёс называется. Это наш ответ, значит, зарубежным разработчикам с отгрызанным яблоком. У меня будет логотип обгрызанный Хуй. Не успел, значит, тебе замоделировать, поэтому обгрызанный Хуй пока ты не видишь здесь. Но здесь будет логотип обгрызанный Хуй. Версия Хуэпла. Ну, на самом деле, всё это шутка. Но пока я разрабатываю игру до стадии релиза хотя бы на бетке, будет Хуэпл. А дальше мы уже придумаем по лору, как у нас называться будет планшет. Планшет можно будет кастомизировать во время игры. То есть, ты сможешь получать скинчики на него, выбивать скинчики на него и получать скинчики на него за донат, естественно. Скины будут разные. Также на планшет можно будет навесить всякой разной херни. Это модель, которой не будет в игре, сразу говорю. Она будет вся переработана. Интерфейс будет весь переработан. Шрифты будут все переработаны. Это всё прототип. Как и вот эта пушка-прототип, как и вот эта граната-прототип, как и вот эти руки-прототип, как эта моделька-прототип. Это всё прототип, который будет меняться и всё изменится по ходу разработки. Ещё тысячу, миллион, тысяч пятьсот раз. Поэтому сейчас всё, что ты видишь, это всё этап прототипирования, этап разработки, как говорится. Что-то останется, что-то не останется, что-то изменится. Но, скорее всего, много чего кардинально изменится. Переработал систему движения персонажа Сейчас мне очень нравится, как у нас идет разбег, да То есть у нас замедляется скорость бега очень хорошо, когда ты, соответственно, бежишь по бокам, как и должно быть, да В нормальных шутерах, когда ты бежишь назад, ты уходишь из спринта и ты просто идешь И вот таким вот образом ты просто идешь Давай приступим к планшету, давай мы немножечко фов сделаем вот так Сейф, но сейф не обязательно жать, это просто сохранение, которое при следующей загрузке игры у меня всегда сохраняются и загружаются настройки Значит так, у нас есть инвентарь Насколько ты знаешь, я вводил в игру предметы, которые активировались у нас как, помнишь? Помнишь как? Мы брали их и сразу съедали Я отключил эту функцию, вообще сейчас ты предметы не можешь съедать Но тем не менее, Energy Bank дает силу, синька используется для УГ, универсального гаджета Универсальный гаджет, это гаджет, который находится у меня на клавише F Он будет показан вот здесь во вкладке девайса Универсальный гаджет может быть разным, давать невидимость, скорость бега и так далее Сейчас у нас только на Blink, то есть грубо говоря Skill Blink это у нас девайс Он требует вот эту энергию, вот эти банки с энергией Ты их поднимаешь соответственно и получаешь удовольствие Вот у нас есть банка с энергией, мы только что подняли ее в инвентарь Все функции в инвентаре работают, то есть ты можешь переложить предмет в любой нужный тебе слот Да, то есть ты можешь переложить предмет из инвентаря выкинуть Вот, хуяк ты его выкинул, хуяк? Когда ты его выкидываешь, я сделал вот такой вот иконочку Хуяк, пиздык, красивенько, блять Все анимации даже сделал, понимаешь? Даже не поленился слоты тебе заанимировать, чтобы тебе для теста пока показать, что все будет потом очень хорошо и красиво выглядеть Как бы, понимаешь, чтобы ты потом не писал Отец, что ты за хуйню делаешь, блять, отец за хуйя на делает, как Я не знаю, ты нихуя не разбираешься, если тебе не нравится, понимаешь? Так что не пиши мне про то, что это хуйня, это заебись вообще Так вот, значит, когда мы выкидываем предмет из инвентаря, он, соответственно, падает на землю, ты его можешь снова взять, да? То есть, правильно-правильно У нас есть несколько типов предметов Вот эту десяточку нужно убрать, сука, она меня бесит Значит, у нас есть несколько типов предметов, да? То есть, это девайсы, бросательные предметы и консумабл Консумабл это то, что ты съедаешь моментально и то, что остается у тебя во рту То есть, ну, во рту именно, переменяется, да? Так вот, значит, это у нас консумабл предмет Сейчас он весит два Два, это вес, слева показан вес Общий вес инвентаря Я решил сделать общий вес инвентаря Вначале я думал, что здесь должен быть слот бэкпака, рюкзака, да, например Вот, я думал, что от бэкпака, от рюкзака, который мы будем находить на катке Будет зависеть количество вот этих слотов Но потом подумал, что это полная хуйня Что там за бэкпак на восемь слотов? Какой ебан будешь бегать? Лучше ограничить вес То есть, тогда мне не нужно будет количество стаков Ограничивать на максимальное, да? То есть, там, например, пять стаков, пять стаков, пять стаков Лучший вес предметов То есть, вот сейчас у нас есть, например, патроны Мы их собираем, да? Двадцать патронов в одном стаке 0,5 они весят, да? 40 патронов Здесь у нас аптечка Аптечка у нас весит единичку Да, ну, будем говорить условно килограмм Энерджи-банк у нас весит двоечку Вот у нас два энерджи-банка Справа у нас показано количество этих энерджи-банков Если я перенесу сюда То, соответственно, я могу его использовать Это слот для использования На него будет привязана клавиша Если я перенесу его сюда, он не встанет Понимаешь? Бывает такое, что не встает Вот он не встает В девайсе не встает В Виапон слот не встает Потому что это слот consumable То есть я хочу сделать потом, чтобы подсвечивался слот Если ты берешь какой-то определенный предмет Чтобы защита от дурачка была Чтобы люди быстро разбирались в инвентаре Чтобы он был интуитивно понятный Ты, соответственно, будешь видеть подсвеченный слот Куда ты можешь вставить определенный предмет И еще Я не хочу Тетрис-инвентарь, как в Таркове Меня он раздражает и бесит Я хочу, чтобы игрок очень быстро мог манипулировать Своими предметами в инвентаре Вот, например, у нас здесь 40 патронов, да? Хуяк Патронов у нас 60 Правильно? Правильно Хуяк, выкинули И на земле у нас 60 патронов Мы уже берем их 60 Встается в свободный слот Далее Для быстрого использования в инвентаре Например, ты воюешь У тебя серьезная ситуация Пизда рулю Ты переключаешься на дрововик Бежишь Ебашишь щелика Хуяк, хуяк, хуяк Тебе нужно ставить аптечку Два раза кликаешь просто И ты вставил в консумабл уже слот Понимаешь? Это гениально Хуяк, хуяк Ты быстро вставляешь Тебе не нужно водить мышки Вот так вот Но если консумабл слот занят Ты уже туда ничего не поставишь Я хочу оставить это так Можно, конечно, заменять Но я не хочу, чтобы заменять было Я хочу, чтобы игрок, блядь, все-таки тыкал своими ручками Как бы Можно два раза На правую кнопку мыши два раза Когда ты кликаешь Ты выбиваешь предмет себе в ебало То есть он вылетает прямо тебе в лицо Показывая свою наглость Что предмет здесь важен А ты нихуя Хуяк Потому что я бегу Предмет так падает, сука Надо, когда бежишь Больше силы ему выталкивания Сейчас есть сила выталкивания Вот, видишь, мы чуть-чуть отталкиваем предмет Вот он отталкивается от нас Он отталкивается от нас Нихуя не отталкивается от нас Почему он нихуя не отталкивается от нас нормально Он должен нормально от нас отталкиваться Он нихуя от нас не отталкивается Ладно, то, что он нихуя от нас не отталкивается Это мы решим и ему силу добавим Посмотрим, как, кстати, сейчас, может быть, с тобой поэкспериментируем Так вот На два раза кнопку ты можешь снять из слота Поставить в слот, который нужен для тебя, работает Да, потому что есть типы предметов Которые в определенные слоты вставляются Надо, все выкинул, нахуй, просто, понимаешь Выкинул, нахуй Все, ты все выкинул Все, что у тебя было, хуяк подобрал снова Вот оно зареспаунилось, да, ты такой набрал себе в инвентарь Сейчас выкидывается полный стак Нажав клавишу Shift Да, и два раза Вот, ты сможешь выкинуть, выбрать Количество предметов, которые ты хочешь выкинуть То есть Shift два раза кликнул И тебе сначала вылезет табличка А сколько вы хотите выкинуть? И ты такой пишешь, пятерочку, ебать Хуяк, и пятерочка выкидывается, да Остальное остается у тебя в инвентаре В том же слоту, который у тебя был То есть это будет так работать Я не успел запрограммировать, потому что я нихуя не успеваю Вот они, все предметы упали Почему-то у них раскадровка какая-то ебаная Почему он? Почему физика? Почему кадров так мало? Но это, кстати, я, когда программировал сетевой По сетевому коду оно еще сейчас пока еще не работает, к сожалению У меня ошибки с фотоном Вот, а свитч модуль аим А, свитч модуль это нормально Это у меня там Так, я понял Вот, значит, вот такой вот инвентарь хочу я сделать Количество, видишь, 15 веса Вот этот стак Три аптечки Каждая из них весит по одной Три килограмма У нас вес 12,5 Далее вопрос у меня к тебе Значит, внимание, знатоки Как пищи сделать? Блядь, мне сейчас энергии бы сейчас сожрать Сука, я пока не могу применять Я пока функционал не сделал Мне весь класс переписывать Эквипмент менеджеры Значит, уважаемые знатоки У меня к вам вопрос Значит, если мы делаем ёбаный насос Да, то есть, если мы Имеем вес больше, чем возможен Что мы делаем? Не берем предмет То есть, нам невозможно становится взять предмет Да, так как мы игру делаем вместе Мне интересно узнать твое мнение То есть, у нас если перевес И, допустим, мы уже привыкли Там 50 из 50 или около того Или у нас веса недостаточно, чтобы взять Мы можем просто не брать предмет То есть, нам напишут Эй, ты чё, блядь, нахуй? Нам скажут Ты чё, ёбаный? Почему у меня камера, блядь, при анимации? Ну-ка, нахуй, блядь Извини, пожалуйста Я сейчас процесс разработки вместе с тобой буду делать Значит Inventory SwapUp Что у нас с еблетом? А, еблет нагибается Rifle Idol Еблет у нас находится вот в такой позиции Я не хочу, чтобы еблет менялся Поэтому мы берем вот эти кадры Inventory SwapUp Почему? Я же скопировал Сейчас Rifle Idol Вот они у нас Я хочу вот эти два кадра на Idol Вот здесь скопировать И в Inventory SwapUp ебануть Опа Всё, у нас еблетится Повёрнут Нет, нихуя Повёрнут вот так Так же, как было с винтовкой О, ну ладно Ты можешь повернуть ей, блядь, немножко Чтобы Хотя нет, ты же смотришь на планшет Да похую вообще Вот так вот будет пускай Нет, нихуя А давай посмотрим у нас Knife SwapUp Подожди, блядь Ты хотел процесс разработки? Сейчас тебе покажу Сейчас я тебе покажу Это тебе не шутка Я так ебусь Я столько часов трачу на эту игру Я не знаю Это просто бед Я очень хочу её закончить Хотя бы до того уровня Когда её можно будет выпустить Knife Idol Knife Idol А у нас должно быть Всё одинаково сделано Grenade Idol Тоже должно быть одинаково Grenade Idol Еблет повёрнут Вот так Позвоночник Так А если мы возьмём Grenade Idol Да Потом Knife Idol Да, у нас немножко Еблетис развернут И Rifle Idol Да, анимация Idol Idol Это означает Ничего не происходит То есть Rifle Idol Очень похоже Inventory SwapUp Короче Ебаш Ага Ахуле у тебя С еблетом-то Брателла Нахуй Какой ёбы стал Понятно 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 Значит Делаем мы так Чтобы у нас Камера не поворачивалась Так и низко Не опускалась Мы тогда возьмём Rifle Idol Да И копернём В SwapUp Вот так вот Только повернём плечо Когда держат планшет Не, это хуёво Это очень хуёво выглядит Нормально вот так вот Никто не заметит Чё, игра по сети Так, знаешь, нормально Теперь Location Rotation Scale Здесь делаем Дальше Чё мы делаем Мы теперь должны SwapDown У нас в принципе SwapDown Анимации больше нет Ну пускай будет Таким вот образом Да И идол инвентарь У нас тоже нет То есть у меня Было очень много Разных Ну чё ты сука-то такая Чё у тебя так Вывернуто-то Так Ай Loc Rot Scale Вот так сделаем И SwapUp У нас будет Финальная поза Вот такая Да Какой ёбы Бля Вот так вот Опусти нормально Руку Всё У нас есть Новые анимации Чтобы еблет Не поворачивался Таким вот образом Да Сохраняем Мы экспортировали Персонажа Дальше чё Куда улетела Рука Давай посмотрим Куда у нас Улетела рука Куда У тебя Улетела рука Нахуй Сука Прошу прощения Вот Ты хотел Моменты разрешим Покажи мне Как ты разрабатываешь Сейчас тебе покажу Нахуй Как я ебусь С игрой Значит Ну ничего страшного Значит У тебя же есть С времени Два часа Или три Сейчас тебе покажу Куда у нас Улетела рука Рука Никуда не должна Улететь Другая Рука Должна Оставаться На месте Потому что Мы руке Задаем Другие позиции Видимо Да Программно У нас Инверсная Кинематика Включена Поэтому Мы с тобой Программно Задаем руке Позиции И скорее всего Эта позиция Сейчас Очень не совпадает С той Что соответственно Была Значит Заходим На персонажа Дон Дестроен Лот Шиморо Чекаем Чё с другой рукой Ага Рука Стала в другой Позиции И теперь Ее не видно Видишь Правую руку Правая рука Ушла У нас То есть Вот мы Достаем Планшет И у нас Правая рука Вообще Улетела Она Улетела Вне камеры Что это Означает Это означает Что правую руку Нужно просто Поправить Я ее Видимо Подправил Не так Давай Сделаем Ее ближе Айлот Рокскейл Хорошо Экспортируем Персонаж Заново Экспорт ФБХ Ждем Экспорта Кстати В Unreal Engine По-моему Нет такой Хуйни Что ты можешь Быстро Экспортировать Какой-то Объект Да То есть Тебе нужно Снова Перезагружать Ассет Здесь я просто Пересохраняю Файл И Unity Сам его Определяет Что он Пересохранен То есть Вот Мы подвинули Руку Сейчас у нас Рука должна Будет быть В этой Позиции Которая Нам нужна Вот Теперь нам Руку нужно Поднять Выше То есть С рукой Проблема То что Она ушла У нас В другую Позицию Да То есть Давай Поднимем Руку Вот так Eye Location Rotation Scale И тоже Пересохраним Эту 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 Эти Разработки Сейчас Покажу Еще Сейчас Мы Попробуем С тобой Предмет Выкинуть Пищи То есть Добавить Ему Как говорится Скоростей Посмотрим Что из этого Получится Прям Прям На дохуя На дохуину Значит Ну Процесс Разработки Это такое Как бы Анимации Инвентаризации Хуяции Сосации Очень много Занимает Времени Очень много Вот Рука Появилась У меня Рукавиш Двигается По инверсной Кинематике То есть Двигаешь Мышкой Пальцы Палец Двигается И двигается Планшет Также У меня Анимация Бега Сделана Тоже С этим Но Теперь Смотри Зато Он У нас Голова Особо Не меняет Позицию Теперь У меня Нет Подергивания Когда Я Открываю Инвентарь Мы С тобой Исправили Визуальный Недостаток Который Меня Сейчас Бесил Да Прямо С тобой Значит На экране Теперь Что у нас За лаги С предметами Давай Разберемся Значит Вот Я Хотел У тебя Много Вопросов Задать По инвентарю Как ты Его Видишь Лучше Поэтому Ты мне Пока Пиши Пока Я Тебе Знаешь Здесь Почему Предметы Стали В таком Сторможенном Блять Варианте Мы Сейчас Не По сети Играем Может Сила Сила С которой Они Падают Так Давай Теперь Зайдем Вот Сюда Инвентарь Айтем Мне Нужен Инвентарь Айтем Спаун Deactivate All Items Вот Мы Мы Добавляем Силу Да То есть Когда Мы Выкидываем Предмет Мы Добавляем Силу Давай Ебанем На 112 Да Например Drop Item Type Пом 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 Да Здесь Мы Добавляем Силу Все Верно Мы Добавляем Силу Этому Предмету Который Мы С тобой Нашли В списке Предметов При сравнении Когда мы Выкидываем Предмет Давай 122 Силу Ебанем Там Риджид Барри Они Кстати По сети Очень Хуево Синхронизируются Поэтому Тема Такая Сейчас Мы Возьмем Предметик Сейчас Здесь Спаун Один Есть У меня Точка Спауна Давай Братенчик Сейчас Мне Нравится Когда Я Достаю У меня Не Дергает Камеру Потому Что Голова На Одном Месте Она Не Сильно Отличается От Той Позиции Как У Меня Все Предметы Да Ага Отличается Хорошо Так Когда Ты Без Эй Прошу Прощения Это Бак Который Но Этого Ты Не Должен Был Видеть Ладно Я Это Исправлю Потом Найду Че Захуй Неловко Как Ты Исправлял Все У Меня Еще Раз Ага Когда Ты Снова Нажимаешь Икс Планшет Не Убирай Понял Его Нужно Отключать После Перехода Вот Здесь Смотри Ты Икс Нажал Да Поднимаешь Новый Предмет У Тебя Планшет Не Отрубается Я Понял Ну Ничего Страшно Это Добавлябельно То есть Это Можно Сделать В коде В любой Момент Так Значит Теперь О Покатилось Лучше Во Видишь Силы Кидание Предмета Стало Выше Он От Камеры Сейчас Отталкивается То Есть Вот Видишь Мы С тобой Сделали Видишь Это Ты А Камера Transform Forward То Обмет Вот Вот Так А Давай Подкинем Его Нахуй Нет Лучше Пусть он Вперед Улетает С большой Силой Но Почему У него Стать Такие Лаги Так Подожди Дай-ка Я кое Что Сделаю Player Gun Менеджер Сейчас С тобой Зайдем Вот Чем я И чё Хотел Тебе Сказать Виопон Type Виопон Type X Бля Я Сейчас Могу Долго Проебаться С этим Виопон Type X Аним Play Inventory Swap Up Аним Type Inventory Current Weapon Type Last Weapon Last Weapon Type Правильно Правильно Здесь Вот так И остается Last Weapon Type And Before Inventory А Я понял Почему Мы же Не скрывали Я же Я же Я же Дурачок Блядь Когда мы Закрываем Inventory Мы должны Inventory Deactivировать Я Поменял Код Поэтому То есть Мы В любом Случай Всегда Его Деактивируем При Иксе То есть Он Всегда Должен 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 При Иксе Особенно При Других Событиях У меня Есть Ивенты Которые Активируют Его Деактивируют Да То есть У меня Есть Различные Посылы У меня Есть Ивенты В Анимациях То есть Которые Тоже Сейчас Он Будет Всегда Деактивироваться Все Нормально То есть При Иксе Мы Просто Его Деактивируем Даже Не Будем Делать Проверку Активен Или Нет Просто Он Всегда Должен Деактивирован Когда Мы Выходим Из Икса Теперь Когда Мы Зайдем В Инвентарь И Нажмем Икс Он Всегда Будет Деактивирован Всегда Видишь То есть Мы Его Деактивировали И По Сети И Локально То есть Все Такого Глюка Уже Нет Видишь Мы С Тобой Поправили А ты Говоришь Блядь Ничего Не Это Не Разбираешься Блядь Разбираешься Видишь Мы С тобой Сделали Так Вот По Предметам Вес Мне Кажется Пиздатым Но Единственный Нихуя Полетели Ребята Сила Действует Ебать Че То Я Пере Это Пере Избы Они Оно До сих Пор Ебенит Смотри Ну Ну Ко Дай-ка Я Закидаю Полетели Греночки Гранаты Сейчас Не Стакаются Я Гранаты Сделал Объектом Который Не Стакается Вообще Если Тебе Интересно Программирование Как Сделан Инвентарь Давайте Просто Покажу В любом Случа Переменные В коде Я буду Менять Они Будут Защищены Поэтому Никакие Читеры Здесь Ничего Не Сделают Блядь Слишком Сильная Сила Ну Блядь Но Это Весело Полетели Сука Мне Это Нравится Но Это Слишком Много На Самом Деле Это Слишком Много Ну Его Нахуй Говорится Инвентарь Айтем Спаун Я Вообще Силу Уберу И Хочу Проверить Одну Теорию Давай Мы Не Будем Предмет Подкидывать Вообще Никак То Есть Мы Его Не Будем Трогать С тобой Потому Что При Подкид Вот Эти Вот Откидывание Предметов Мне Кажется Дают Мне Лаги Какие При Предметизации Как говорится Сейчас Я покажу Как Сделан Инвентарь Что Мы С тобой Имем Просто Чисто Коротко Расскажу Тебе Про Небольшой Кусочек Программирования От Меня На Юнити Как Я Заебался А Вот Предмет Хорошо Вот Он У Нас Предмет Вот Он У Нас Инвентарь Вот Мы Его Кидаем И Он Лагает Как Сука И Он Лагает Как Сука Потому Что В Префабе Этого Предмета Да Мы С тобой Знаешь Что Сделали В Префабе Предмета Чтобы Он Лагал Как Сука Мы Всем Предметом Сделали Большую Массу Давай Сделаем Массу 5 Массу 5 Мы Меняем Префаб Сейчас Все У нас Масса 5 Теперь Когда Мы Выкидываем О Все Равно С пролагом Каким Таблет Летит Ладно С этим Я Разберусь Хотя Массу Мы Уменьшили Предмета Очень Интересно Ладно Не Хочу Вот Этих Пролагов Чтоб Какие То Были Это Я Исправлю Эту Хуйню Вот Поэтому Напиши Мне Про вес И Предметов Нравится Тебе Инвентарь Или Нет Когда Будут Слоты Для Оружия Ты Будешь Кликать На Оружие И Здесь Будет Появляться Еще Одна Табличка То есть Еще Одна Табличка Где Ты Кладешь У Тебя Появляется Такая Вот Картинка Нажимаешь На Виапон Слот На Любой Да Где Ты Можешь Кастомизировать Свой Ган Тоже Со Слотами То есть Захотел Прицел Поменял Выкинул Поставил Там Например Захотел Еще Что Поменял То есть Все Будет Кастом Кастом Байзи Бал То есть Кастом Буз Был И Соответственно Заебизи Был И Это Все Будет Запоминаться Соответственно В Гане Какой У него В каком Слоте Какой Предмет Стоит Вот Соответственно То есть Все У нас Будет Работать Так Здесь Будет Также Описание Предметов Вот Здесь Будет Рюкзачок Значит Как Делается Давайте Погода Ебаный Бля Я тебе все Сейчас Все Сломаю Ну я тебе Все Покажу Как Мы Делаем Соответственно Всю Хуйню Да Залупа У нас Есть Такой Вот Таблет Который Вешается На Персонаже Вот У нас Есть Таблет У него Есть Соответственно Все Вот Эти Вот Штуки Да Которые На Нем Присутствуют Есть Itemflot Контейнер Есть Activeflot Контейнер Как Сделан У меня Инвентарь Я тебе Обещал Я тебе Рассказываю Ебаный Значит Ты говоришь Что Нихуя Не Рассказывай Я тебе Рассказываю Значит Так Что Мы Делаем Когда Мы Создаем Invent Это Вот Скрипт Инвентаря Грубо говоря Да То есть Мы Должны Найти Значит Темплейт Для Слотов Для Начала Темплейт Для Слотов У Меня Вот Так Выглядит Темплейт Когда В нем Ничего Грубо говоря У нас Копируется На Определенное Количество Слотов Да То есть Вот он Темплейт Для Слотов Мы Соответственно Выставляем Переменные Да От Количества Максимальных Слотов Мы Выбираем Сколько У нас Слотов Максимум Будет Да При Создании Инвентаря Вот У нас 20 Что Такое Цикл Мы Используем Цикл 4i От Одного До Меньше Максимальных Слотов И Копируем Грубо говоря Тот Темплейт Который Я Тебе Сейчас Показал Мы Выбираем Ему Слот Мы Его Активируем Мы Выбираем Ему Позицию И Позиция Определяется Соответственно По Иксу И Игреку Да То есть Есть Игрек И его Размер Размер Слота Так как У нас Квадрат Это 0.055 По моим Координатам Соответственно Мы Делаем Мы Мы Ведем Весь Цикл До От 1 До 20 Меньше Либо Равно 20 И То есть Вот Этот Скрипт Он Повторяется 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 20 Раз И 20 Раз Мы Копируем Вот Этот Слот Грубо говоря И Таким Образом Он У нас Ровненько Выстраивается То есть У нас Максимальная Линия По Иксу Икс Координаты Естественно Школе Либо Лучился Значит Если Больше Либо Равно Четырем То есть Четыре Слота Мы Сюда Можем Влепить То Соответственно Мы С тобой Переходим На Другую Строчку Икс Равняется Нулю Сразу Же И Мы Переходим Соответственно Игрик Минус 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 Потому Что У меня Снизу Вверх Игрик То Соответственно Мы Переходим На Другую Строчку Я Могу Не вылезут За пределы Экрану Но Похую Ради Того Чтобы Тебе Показать То есть Вот Хуяк И у нас Видишь Теперь По 5 Слотов Охуительно Охуительно Радостно Классно Вот После Этого Мы Должны Соответственно Найти Все Предметы Да В инвентаре Значит Refresh White Items Это Основной Цикл Создания Инвентаря И Прохода По Массивам Мы Должны Уничтожить Все Весь Инвентарь Прежде чем Ну Продолжать То есть Это тоже Цикл Грубо говоря Да То есть Ты Рефреш Сначала А потом Заходишь В цикл Для того Чтобы Все Предметы Пополнить В инвентаре И Здесь У тебя Различные Соответственно Вещи Ты Ищешь Свободный Слот В инвентаре То есть Каждый Слот Должен Свободный Либо Несвободный И Выставляешь Все Предметы Которые Тебе Нужны Если Предмет Не Находится В Эквипент Слот То Он Соответственно Выставляется В Один Из Пустых Слотов Которые Сейчас Имеются В Инвентаре Если Он Находится В Эквипент Слот Если Это Класс Консумабл Как я Тебе Показал То Предмет Встает Туда Туда Где Он И Должен Потому Что У нас Идет Проходка То Вызываем Refresh Соответственно Если Мы Что Удалим Мы Вызываем Refresh Invitary Items То Есть У Нас Всегда Вызывается Это Этот Цикл Соответственно Ивентом Inventory OnItem List Changed Когда У нас Соответственно Предмет Изменился Если У нас Есть Invoke То Мы Соответственно Inventory OnItem Inless Refresh Invitary Items То Каждый Раз Когда Я Удаляю Либо Добавляю Предмет Это Очень Удобно Это Сделано Пиздато Это Сделано Красиво Это Сделано Сексуально То Все Достаточно Понятно Все Достаточно Легко Все Достаточно Простенько Так Можно Делать Мне Все Что Угодно С Таким Инвентарем Я могу Прорабатывать Какие Угодно Системы Как Угодно Его Мутить Как Угодно Его Заинвентаризировать Как говорится То На Пуш Кислоты Отдельно Будет Не в массиве А в слотах Пушки Но это Я тебе Что тебе Рассказывать Дальше Что я Хотел Показать Я хочу Например Сейчас Прямо Вместе С тобой Создать Слот Для Рюкзака То есть Мы с тобой Хотим Сделать Слот Для Рюкзака То есть Ну ты Меня Просил Я тебе Рассказываю Значит Показываю Актив Слот Контейнер Здесь У нас Есть Все Слоты Которые Нас Интересуют Я хочу Например Сделать У нас Сроу Консумаблз Сроу Консумаблз Девайс Берем Девайс Контрол Д Так как У меня Он уже Простроен Позицию Игрек Ему Выбираю Да Я хочу Чтобы Он был На позиции Игрек Минус Ноль Ну чтобы Было Красивенько Минус Ноль Ноль Один Да Например Снизу Ну снизу У нас Примерно Так же Расстояние Ноль Один Да Я Болбоеб Прошу прощения Это не так Нужно было Сделать Нам нужно Сделать Вот так И соответственно Позиции Подогнать Почему то Позиции Сейчас ровно Не подгоняются Я не понимаю Почему У меня Грит У меня Магнит Стай Вот так Вот Ебанули Вот Теперь мы Называем Этот слот Хейдер Переименуем Ну для нашего Удобства Слот Хейдер Бэкпэк Бэкпэк Да И мы должны Ему цвета поменять И прочую хуйню То есть Вот у нас есть слот Слот Хейдер Бэкпэк Текст мы здесь Меняем На Бэкпэк Бэкпэк И соответственно Вот этот слот Темплейт Который у нас есть Это уже не девайс Это у нас уже идет Бэкпэк И в слоте У нас есть определенный скрипт Он уже там прописан Бэкпэк Мы ставим Бэкпэк И по факту Этот слот Теперь Бэкпэк Предмет Который будет Являться Бэкпэком Станет сюда Как Бэкпэк Тебе нравится Мой бэкпэк Я могу выбрать Здесь Например Цвет рамочки Какой Какой цвет Бэкпэка У нас должен быть Например Бэкпэк У нас будет Вот такой Вот например То есть Оттенки Вот этой Залупнины Оттенки Вот этой Залупнины Мы с тобой Бэкграунд Меняем Вот так И Сделаем ее Вот так Потемнее Но этот Бэкпэк И так же Хэдер Бэкпэк Мы с тобой Делаем Бэкпэк Бэкпэк Хуя Все У нас готов Слот Бэкпэка То есть Если мы Какой-то айтем сделаем бэкпэком, мы сможем вставить его в слот бэкпэка. Теперь прямо вместе с тобой на твоих глазах мы с тобой сделали бэкпэк. Слот для инвентаря. То есть хуяк, и у нас бэкпэк. Теперь у нас есть слот бэкпэк. И вот здесь его нужно подровнять, блядь. Слот бэкпэк, блядь. И слот девайс. Вот это некрасиво, это не перфекционистически. Но тогда я надписи не смогу заебашить. Я могу, конечно, надпись бэкпэк сделать вот сюда, и будет бэкпэк здесь, и девайс сделать здесь. И тогда выровнять вот по линии, например, слоты. Но нет. Я так делать не буду. Вот таким образом мы с тобой сделали слот бэкпэк, который, в принципе, функционирует как бэкпэк. То есть сюда ты ничего не вставишь. Да, то есть сюда ничего не пойдет. Только бэкпэк сюда поставится. Если предмет будет типа класс предмета бэкпэк, то он будет бэкпэк. Ну вот, я тебе рассказал и показал, над чем работал неделю, блядь. Понимаешь? Неделю! 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 Ёбаный стыд. Свет, тушите помидоры мои, блядь. Братишки мои. Значит так. Игра играется, играется охуительно. Мне она очень нравится. По динамике сосамики. Сам ты знаешь, я в шутеры играю много. И я знаю, каким должен быть охуительно идеальный динамичный тра-та-та. Та-та. Та-та-та. Шутер. Дальше. На прошлом видео я стрельнул в стену вот таким вот образом. Вы мне сказали, отец, куда же пуля из ствола летит, если пуля не летит из ствола. Ты же, посмотри, пуля не летит из ствола. Объясняю, блядь. Это разброс. Ты стреляешь с разбросом. У тебя есть отдача. У тебя есть разброс, если ты стреляешь от бедра. Пуля летит из ствола. Ну, она и так летит из ствола, но она идет в разброс. Когда ты стреляешь прицельно, тогда она у тебя летит прицельно. Когда у тебя разброс от бедра, блядь, тогда у тебя разброс от бедра. Если ты начинаешь ходить, вон твоя пушка вертится. У тебя разброс больше. Поймаешь? Где же пули из ствола летит? Где же пули из ствола? Вот пули из ствола, но у нее разброс. Вот пули из ствола без разброса. Ебаный свет, нахуй. Ну, что ж, непонятно-то, а? Еще что-то хотел сказать. А, то, что я люблю тебя, ты мне нравишься, я очень рад, что ты, соответственно, поддерживаешь мою разработку. Если бы не ты, не твои комментарии, я бы уже, наверное, хуй забил. Хотя нет, я, наверное, бы не забил, но делал бы дольше. Сейчас я хочу сделать игру быстрее, поэтому буду рад любой помощи на Boosty 2, чтобы я мог больше времени уделять игре. Платные подписчики там получат больше контента и информации, соответственно, я смогу заниматься разработкой, делать тебе стримов чаще, больше, да, и получать от этого вместе с тобой удовольствие. То есть разработка этой игры, это, знаешь, это как мое детище. То есть я это, я это делаю, я над этим тружусь. Если я нахожу какой-то баг, я его тут же стараюсь исправить. Вот сейчас я буду исправлять вот это. Почему? Почему ты выпадаешь с лагами? Мне нихуя непонятно. Еще, если вдруг среди подписчиков на Boosty будут специалисты по фотону, да, сейчас у меня сервер, клиентосерверная часть по фотону, на фотоне сделана. Буду рад, если напишешь, потому что у меня есть некоторые моменты, которые мне нужно реализовать. И у меня, ни хуя не получается пока реализовать, но я думаю, мы с тобой их реализуем. Вот, пирожочки у нас такого масштаба с тобой, вот такого объема. Значит, делаю инвентарь, как только будет версия более-менее прототипная, где будет все вставляться, где будет все активироваться и активизироваться, я тебе дам знать. Мне нужно будет еще время переписать полностью класс Gun Manager, потому что сейчас он прописан для другого, грубо говоря. Да, вот у меня там свой мини-инвентарь слева, который нужно отключать и подключать. Ой, а я нарвался, блядь. И подключать, соответственно... Чё, блядь? Чё ты там хотел заанимировать мне нахуй? Когда я резнулся? Чё ты там, анимацию какую? Чё ты там? Он два раза... А, потому что он землю не поймал. Он сделал переход на анимацию падения при респауне. Ну, я понял тебя. Всё нормально, всё загибись, всё играбельно. Всё красивенько. Ой, пиздаденько, блядь. Ой, обожаю. Ой, СБР, блядь. Какой ты СБР, блядь. Ой, какой ты ха... Короче, всё. Ставь лайк, если хочешь раз в неделю такие видео. Я тебе их организую. Ты не переживай, как говорится. Всё, люблю, целую. С тобой был я, Утес Шумур. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok